на этой выставке картины оживают чтобы посмотреть на персонажа портрета или пейзажа в виртуальной реальности достаточно скачать приложение на мобильный телефон и поднести его к картине и у чудо с нее начинают пропадать предметы остается лишь часть интерьера это международный интерактивный фестиваль современного искусства art life fest свои работы представляют 36 художников из 16 стран всего в столицу россии приехали 150 полотен они выполнены в разных техниках каждый отражает культуру своей страны вот горячая испанская корида а вот здесь вечерний романтичный париж впрочем по чувственности и нежности на этой выставке выигрывает китайский акварелист люи художник с детства был одержим не только живописью но и балетом сценическая карьера лю не удалась зато ремесло художника пошло в гору особенно теперь когда он познакомился с трупами маринского и большого театров и не смог забыть легких и изящных балерин рисование по мокрому холсту не самая легкая техника но мне удалось ею овладеть именно большое количество воды позволяет сделать изображение легким и чистым и в то же время позволяет выразить свою фантазию посредством такого стиля иллюзии я хочу показать изящество и красоту балетного искусства благодаря уникальной акварельной техники его картины светятся изнутри и привлекают толпы зрителей к экспозиции не протолкнуться балетные сюжеты выходят из-под кисти мастера уже больше двадцати лет характер и своеобразие не только артисток но и любого прохожего туриста или местного жителя пытается передать и бразильский живописец эуда скарейра подобно люи он использует большое количество воды белый фон и воздушные силуэты это почерк латиноамериканского автора который узнают во всем мире видите рисунок светлее с этой стороны а здесь теней больше но когда вы наносите больше воды вот здесь сложнее сделать точный контур поэтому я работаю в два этапа я делаю это для большой прозрачности сначала я наношу воду а потом прорабатываю детали это самое сложное в работе пока одни пишут акварелью другие наносят на полотно масляные краски происхождение автора этой картины определить несложно буйство оттенков широкий спектр цветов и философский подтекст отчетливый признак индии мир переполнен электронными носителями гаджетами мир забыл про прелесть нашей природы я хотел бы попросить всех тех кто смотрит на мою картину обратить внимание на природу мы должны научиться получать удовольствие от общения с ней и это основная идея моей картины природа часть нас пока индийский художник профун савант призывает обратиться к своим корням российский живописец в соседней аудитории уверенно шагает в будущее виар или искусство виртуальной реальности это живопись графика и скульптура в одном флаконе точнее на одном экране денис семёнов проводит нашей съемочной группе мастер-класс по его словам основное преимущество современного искусства отсутствие правил и возможность пересечь любую границу и контур правая рука это кисточка левая рука это палитра в левой руке вы можете менять цвета кисти все остальное правая рука это ваша кисть либо можно поменять их там если правша левша само собой рисунок делается в очках вы надеваете очки и оказываетесь в своем холсте внутри изображения внутри изображения можно двигаться можно в него ходить заглядывать во все свои какие-то нарисованные объекты можно вращать его оказаться сзади и так далее по сути похоже как на скульптуру но чем например отличается от скульптуры тем что вот я нарисовал павла третякова я могу посмотреть не только как он выглядит со всех сторон но в том числе я могу заглянуть внутрь и узнать как выглядит павел третяков изнутри тем временем начинающие художники наблюдают за тем как выглядит изнутри процесс создания шедевра среди студентов и про фулсавант ведь фестиваль возможность не только себя показать но и на других посмотреть люи на собственном примере демонстрирует как скопировать внешность и характер балерины при помощи воды и акварельных красок первые полчаса самые напряженные в аудитории мертвая тишина китайский живописец даже отказывается отвечать на наши вопросы иначе полотно из натурального хлопка высохнет и кожа балерины будет не такой ровной сначала я хотел использовать маленький формат портрета но увидев балерину ее характер не смог удержаться и решил писать большой формат поясной портрет и если люи прорисовывает каждую деталь американский художник самоучка джозеф ли создает собирательный образ пастозными мазками таким образом художник ищет параллели между реальностью и внутренним миром превращая свои работы в абстракцию на соседней витрине кажется совсем не живопись а глянцевая фотография на самом деле на полотне масло это направление называют гипер реализмом точно так же как и картины в стиле ню а вот эти иллюстрации больше напоминают детские рисунки эти изображения работы легкой руки американского иллюстратора блэр бронштейн девушка сотрудничает с модными журналами вог тотлер и гламур по ее казалось бы наброскам можно сразу определить где диор где шанель а где прада когда мы говорим современное искусство мы как правило подразумеваем что-то такое непонятное сложное иногда люди приходят на выставке и вообще абсолютно не понимают что здесь происходит а моя задумка была чтобы человек пришел на выставку и он понимал он видел понятные сюжеты мы показываем что такие классические техники как акварель пастель масло они до сих пор актуальны они успешки успешны с точки зрения коммерческого коммерческой составляющей фестиваль современного искусства арт лайф фест проводится уже второй год в прошлый раз на него приехали 30 художников а их работы увидели 10 тысяч зрителей собрать деятели искусства со всего мира под одной крышей придумали руководители онлайн-академии они надеются что фестиваль станет традиционным и в следующем году вместо бывшего корпуса фабрики трехгорная мануфактура займет манеж анастасия шкитина ванасовите сан тв брикс фабрики трехгорная манеж анастасия шкитина ванасовите сан тв брик